Добрый вечер! В этом льду в феврале на Домашней Олимпиаде в четвертьфинале российская дружина уступила именно финнам. Красная машина вернулась в Сочи, чтобы доказать, проклятие Большой Ледовой снято. И, похоже, сборная на верном пути. В первом периоде на 19-й минуте ворота соперника распечатал Евгений Медведев. На трибунах Большого аншлаг. Билеты на все матчи были раскуплены еще за неделю до начала Кубка. На 12-тысячной арене ни одного свободного места. Россия сильнее всех! Россия вперед! Мы победим! Мы непобедимы! Санкциям ответ дадим! Россия вперед! Ставрополь вперед! С такой поддержкой российская сборная проиграть, наверное, не имела права. Во втором периоде масса удалений и борьбы, но ни одной шайбы. А вот третий игровой отрезок заставил охрипнуть переполненные трибуны. За 18 секунд до финальной сирены гол автор Сергей Плотников. Хорошие впечатления выиграли. На первый период хорошо сыграли. Второй могли сыграть лучше. Поэтому хорошо, что вот этот человек сегодня нас выручил в нужный момент и мы дотерпели до конца. Слава Богу! Слава Богу, что так все случилось. Я думаю, что мы заслуживали этой победы. Мы очень хотели, мы очень старались. Второй матч для российской команды с лидером Еврохоккей Тура шведами. И вновь мы забрасываем первыми. И вновь в первом периоде. Точен Антон Белов. Но вторая 20-ти минутка картину игры с финнами уже не повторяет. Джимми Эриксон и Патрик Херсли выводят свою команду вперед. И перед периодом номер три мы уступаем. К слову, на льду не сильнейший, наверное, состав. Не смог сыграть на Кубке Тихонов. Нет в составе Панарина. Травмирован Радулов. Зато есть Илья Ковальчук. И именно капитан в третьей части встречи становится героем. Два его точных броска приносят нашей ледовой дружине победу. 3-2. Хорошо начали первый период. Может быть, в победу. Во втором у меня удачный, наверное, ляпсус у меня был. Но ребята поддержали, вовремя задели и вытащили матч. Именно этот, вытащенный, по словам Барулина, матч стал решающим. Благодаря победе россияне заранее обеспечили себе победу на домашнем этапе Еврохоккей-тура. И заключительная игра с чехами выглядела уже формальностью на бумаге. На деле, конечно же, хотелось, чтобы сборная завершила год еще одной победой. И желание миллионов болельщиков было услышано. На три шайбы наших хоккеистов чехи ответили двумя. В итоге россияне одержали три победы в трех играх турнира. И прошлогоднее третье место Кубка Первого канала разменяли на первое. Артем Васенко, Кристина Мрук, Александр Киреев, Кубань-24, Сочи. Кстати, вот о сборной России сегодня говорим. И следующая новость в какой-то степени с национальной командой как раз связана. Связана и с Сочи, имеется в виду хоккейный клуб. Так вот, Леопарды подписали контракт с экс-капитаном российской дружины. Это Петр Счастливый, нападающий этот сезон, начал в Рижском Динамо. Вообще, за свою карьеру он успел проиграть в многих клубах КХЛ. Это ЦСКА, Локомотив, Химик, Салават Юлаев. Провел 130 игр в национальной хоккейной лиге, защищал цвета от Таву Сенаторс и Анахайм Даг. Сейчас Петру 35 лет. Чуть морожен следующий новичок в Сочи. Это Игорь Радулов, ему 32. Он за свою карьеру также выступал во многих клубах континентальной хоккейной лиги. За Спартак, например, Новокузнецкий и Магнитогорский Металлурги, Северсталь, ЦСКА, Салават Юлаев. Кстати, за последние два клуба Игорь играл вместе с младшим братом Александром Радуловым. Оба сочинских новичка в клубе проведут остаток сезона. Мы к хоккею сегодня еще вернемся. Впереди разберем матч Краснодарской Кубани против Нефтяника. Ну а сейчас о другом виде спорта. Несколько слов. Сочинская фристайлистка Вероника Корсунова стала серебряным призером первого этапа Кубка Мира. Медаль Вероника получила за выступление в командных соревнованиях в дисциплине «Лыжная акробатика». Соревнования прошли в Пекине. На вторую ступень вместе с Корсуновой поднялись Павел Кротов и Илья Буров. Очень волнительно и в итоге очень хорошо. Первыми на домашнем этапе Кубка Мира стали китайцы. Бронза у белорусов. Но все-таки еще несколько слов хочется сказать о нашей сочинской акробатке. В марте 2013-го она выиграла серебро чемпионата мира. Любопытно, что карьеру Корсунова начала с простой акробатики. Однако серьезная травма спины и знакомство в больнице с фристайлом наполкнуло ее на мысль о возвращении в спорт, но уже в спорт зимний. И сейчас, как обещал, возвращаемся к делам хоккейным. Разбор ледовых полетов Кубани на очереди. Грифоны в предпоследнем матче года дома сразились с альметьевским нефтяником. Перед новогодними праздниками у краснодарцев была прекрасная возможность показать болельщикам весь свой игровой атакующий потенциал. Получилось или нет? Узнаем прямо сейчас. Соперник, как говорится, хуже не придумаешь. В последних трехочных встречах с нефтяником три поражения. Атаков был расклад перед этим матчем. Неудачную серию прервать Кубань бросилась в первых же минут. И уже в стартовом периоде стало понятно, что Грифону настроен и серьезно. Шайбы Ложкина и Бусыгина отправили команду на перерыв в хорошем настроении. Во втором огромном отрезке зрители увидели столько же голов. И вновь в исполнении хозяев. Еще дважды краснодарцы отличились в периоде номер 3. 6-0 за 10 минут до финальной сирены. Да их грустные все. Да все хорошо, веселые. Все отлично. Просто надо выигрывать. У нас не получается серию выиграть так матчами. Но будем стараться. В последние 10 минут нефтяник воспользовался нелепыми ошибками хозяев в обороне, дважды огорчив вратаря Алексея Волкова, который, к слову, проводил свой первый матч в сезоне. Итог встречи 6-2. Тяжелый матч. По счету видно, что получилось. Правда, два гола последних не очень понравились. Хотели на ноль, конечно, сыграть. Тем более первая игра вратаря. Хотели ему доставить удовольствие от игры, но чуть-чуть не получилось. Нам важно было три очка, чтобы подняться в турнир таблицы. И так точно спустились. Поэтому выездное турное не очень получилось. Поэтому надо было выигрывать. До окончания 2014-го Кубани предстоит еще одна встреча и также дома. Во вторник Грифоны завершат игровой год матчем с казанским Барсом. Гости на данный момент на последнем месте в ВХЛ. Хозяева сейчас десятые. Мария Фалькова, Владимир Черкашин, Дмитрий Ланин. Кубань, 24, Краснодар. В общем, завтра все на хоккей. Грифоны закрывают год. Матчем с аутсайгером Барсом. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Герои недели». Эти семь дней мы проведем с Дмитрием Брайко. Веселый и общительный паренек. Чемпион Казанской универсиады. Чемпион мира по скоростной стрельбе из пистолета. Сегодня покажет свое оружие. Смотрим. Мой рабочий день начинается с того, что я приношу в тир свой волшебный чемоданчик, которому у меня есть все необходимое. А именно, в нем лежит два моих пистолета, моих боевых товарищей. Итальянское производство. Пардини называется. Также у меня лежит всегда пачка патронов, наушники и стрелковое приспособление. Летаете на соревнования. А вообще, как вот этот чемоданчик контроль проходит-то? Это у нас специальная система. В каждом аэропорту есть своя служба безопасности, которой мы сдаем свое оружие. Они у нас смотрят все наши документы, лицензии. Мы его оформляем, и они у нас его изымают во время полета. Бывают такие некоторые моменты, когда милиция иногда бывает, ну, что-то придирается. Но это решается все так полюбовно, можно сказать. Мои два боевых товарища. Один весит кило 350, то есть почти полтора килограмма, да. Каждый день я его держу в руке где-то часа по три в среднем. То есть рука уже набита, поэтому особых трудностей нет. Калибр у них 5,6 миллиметров, называют их мелкашка в красной роде. Срок службы у них в среднем 5-7 лет. То есть у каждой железки есть свой, конечно, ресурс. Мне пока хватает. Я вот с этого пистолета стреляю около 5 лет, а вот этот я купил себе год назад. То есть пока настрелы у меня на них минимальны, и я еще могу с ними выступать на достаточно высоком уровне. Потому что коней на переправе не меняют. Завтра вечером с Дмитрием общаться продолжим, постреляем, я думаю. Ну а мы в завершении выпуска начинаем отсчет. До Нового года осталось 9 дней. Проведите их с улыбкой и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова